Ловли карася Перспективны, но совсем не для весны Существенные глубины просматривались вдоль всей береговой линии, поросшей кустарником и деревьями Здесь лучше остановиться летом А сегодня рыболовы наши обращают свое внимание на камыш и пологую кромку, разделяющую сушу и воду Переехав на другой берег, все участники этого выезда единодушно сошлись во мнении, что для весенней ловли карася он подходит как нельзя более Слева мелководный залив, сухие стебли камыша на малой глубине прямо перед нами Это значит, можно приступать к первым приготовлениям Караси прудовый обжор и, конечно, нужно преподнести им что-нибудь вкусненькое Каким будет клев, пока неизвестно, но хорошую прикормку изготовить мы обязаны Сегодня у съемочной группы программы «Рыбак-рыбаку» Первый пробный выезд на карася Весна у нас уже вступила в свои права Солнышко пригревает, температура воздуха днем до 20, даже свыше 20 градусов поднимается И мы решили, что карасик должен уже просыпаться И, наверное, он откликнется на наши снасти Есть здесь и дикий карп, но для него еще рановато Сегодня карась будет главной нашей целью Алексей Куршев сегодня мой собеседник Леша, прежде всего, ловля карася и весеннее, и летнее начинается у нас, конечно же, с прикормки Я смотрю, что какие-то составляющие у нас уже готовы для нее Что будем сегодня делать? Да, прикормку мы готовим на карася заранее дома Так как используется вареная каша, это пшено Еще мы используем для этого специальная смесь, варится у нас это пшено Где-то перловочки больше половины И добавили рис Все это сварили с медом, чтобы был немножечко аромат какой-то Сладенькое любит Да, сладенькое любит И будем добавлять прикормочка Что в эту смесь пшено, что в нашу свареную с медом Так как сейчас аромат, он дает эффект, притягивает, приманивает рыбу И вот попробуем мы сегодня на карася Выбрали место на отмель Так как вода прогревается Мы уже знаем, что температура днем достигает до 20 градусов Мы думаем, что на прогретую отмель выйдет карась лучше Ну здесь камышек любит, он такие места выходит на икробой Он как раз вот в такие мелководные участки на растительность Да, он проверяет Еще у нас вода, потому что стоит больше уровня Затопило вот эти камышки, траву И он поэтому гуляет Подходит ближе к берегу Я думаю, сегодня он выйдет на отмель Мы не зря выбрали перспективное место Так как здесь вода прогреется лучше Сыпучие вот эти смеси, они мелкофрагчатые такие Что помогает при кормочке растелаться у нас по дну Каша все-таки клейкая достаточно И если мы будем использовать только кашу, только пшенку И прочие вот такие вареные составляющие То это липкие такие комки, которые больше на кормушку идут Ну да, мы это используем как Если в середине лета мы используем грунт Добавляем в прикормки, в сыпучие А здесь мы решили использовать кашу Так как она и кормом послужит И будет служить для клейкости В донной снасти Ну так же мы будем использовать ее и для прикорма Для удилищ наших на поплавок Я думаю он рассыпется и все это разойдется У нас получится нечто среднее такое То есть прикормочек и рассыпется по дну И какие-то будут комочки у нас непосредственно Вот на точке ловли, куда мы будем забрасывать наши наживки Да, будет все Все место будет закормлено И где-то будет и пятно И будет основной вот эта кучечка Небольшая прикормка наша, которая будет ее привлекать Пакетированные и вареные смеси увлажняются Для достижения однородной массы и степени слипания Но важно не допустить образования жидкой консистенции Иначе вновь придется возвращаться к сухим составляющим Леш, ну пока мы делаем прикормку Давай немножко поговорим о карасе Я знаю, что рыбка ловится в принципе в течение всего лета И дарит радость рыболовам своими поклевками красивыми Но весна, время, когда ловится очень крупный карась Ну, как мы знаем и все рыбаки знают Что крупный карась выходит раз только, наверное Это весной, перед окрабоем он выходит и клюет буквально считанные дни И вот в это время рыбаки стараются попасть И не упустить этого шанса поймать таких экземпляров За килограммы выше даже попадаются Вот, почему-то летом он уже такой крупный не выходит Либо он боится, либо просто у него этот период Только перед окрабоем он клюет И все Вот в лето, сколько я рыбачу, я не встречал, чтобы крупный карась За килограммы выше выходил и активно питался И все рыбаки стараются вот весной, первые весенние дни Когда уже можно и с удочкой посидеть, и насладиться теплом Все стараются поймать и вот выехать на этого крупного карася По наслышке, по рыбацкому радио уже наслышаны люди Что вот на этом пруду самый первый вроде караська выходит поклевывать Не крупный, стандартный такой, с ладошку Ну, говорят, вот ловили и солидные экземпляры, выходили Ну, надо только попасть в этот период, когда он выходит перед окрабоем У него есть время 2-3 дня, он клюет активно, все ловят Ну, никто не жалуется, вроде карася здесь в изобилии достаточно Наша любительская прикормка практически готова И остается верить, что карасю весьма понравится аромат и вкус Привлекающих его внимание крупинок Добавили сухой смеси У нас стало однородной Перемешали мы все Будем лепить шары, но не сильно их сжимает Так, чтобы при ударе об воду Постараемся, чтобы шар распадался И делал небольшое такое пятно на дне Привлекая этим рыбу Если сделать его сильно, клейким То он будет просто лежать шаром И рыбе сложновато будет подходить Ну, опять же, будет всего лишь одна точка у нас Работа маленькая И маловероятно, что мы будем использовать дальний же заброс Что попадем в эту точку Будет трудностей много создавать А так мы закормим пятном Она разложится где-то метр Может быть 80 сантиметров в диаметре Нам этого будет хватать, даже если мы рядом будем кидать свою снасть Сейчас мы будем делать шары Шары мы будем делать небольшие Где-то приблизительно Вот такие Ну, с маленькой апельсинчиком Да, с маленькой апельсинчиком Будем стараться Что он При ударе Об воду Должен Рассыпаться Хотя бы на две или на три части Шары из изготовленной массы Прицельно отправляем в намеченную точку ловли Стартовый закорм на пруду Обычно составляет 5-7 шаров размером с апельсин Впоследствии прикормка добавляется В зависимости от интенсивности клёва Уже более мелкими порциями И размер шариков, соответственно, уменьшается А пока рыболовы наши ожидают подхода карася Обратимся к монтажу снастей Которые потребуются для ловли златобогих В таких условиях нам не обойтись Без поплывочных удилищ Для дальнего заброса Болонские матчевые бланки Или просто любительские удочки с катушками Пожалуй, будут обязательны Если мы не хотим лезть в холодную воду Под самый камыш Ну, сегодня мы будем использовать снасть карасины Только на карася Это леска где-то 0,19 Выше Я просто не ставлю Из-за того, что основная Поводок мы будем ставить где-то 0,16 Не больше Так как карасик не сильно крупный Где-то грамм до 300 Она держит великолепно И при дальнем забросе Будет легче забрасывать груз Маленький Снастить очень деликатно Тоже на карася Груз мы используем Это оливка Скользящая Два стопора стоят Вот если видно Если положим мы ее на дно При поклевке у нас ничто не мешает Все свободно Поплывок фиксирует малейшее прикосновение к карася Так что нам не составит труда его подсечь и вывести Вот Для простоты Чтобы не поломать поплывок При транспортировке Мы его снимаем Убираем в сумку А на основной лесочке Оставляем просто под него кембрик Для того, чтобы Потом вот так Легким движением Зафиксировал его Все И уже будем Промерять глубину Можно, конечно, сделать Еще поставить стопор И сделать скользящий Но мы сегодня этого делать не будем Будем использовать вот На кембрике Поплывочки имеют значение Весовка их, форма При ловле карася Да Поплывок и груз Они имеют Свои граммы Которые вес Если мы используем поплывок Два с половиной грамма То должна оливка быть Где-то грамма два Ну не меньше Ну для дальнего заброса И под карася В принципе Это то, что нужно Нам как раз Сильный легкий Здесь тоже не нужен поплывочек Иначе мы не забросим Да и карась Довольно верную Дает поклевку Как правило И сигнализатор Всегда ее почувствует Ну да Уклейка Это же не уклейка Карась он берет Если берет То уверенно И малейшую поклевку Ее видно И нам не будет составлять труда Забросить эту всю оснастку Куда нам нужно Ну конечно На 40 на 30 метров Мы ее не забросим Но метров на 20 От берега Мы промеряем всю глубину Ну так далеко-то не будем Сегодня бросать Потому что в прибрежную часть Должен выходить карась Но по крайней мере Перебросить камышек Вот это нам нужно будет За ним и должно Находить сегодня Перебросить камышек Это не составит нам труда С такой оснасткой Достаточно будет Чтобы забросить В ту точку Куда мы закормили Итак Если у нас нет сапог Или желания рыбачить с воды Каждая из снастей Непременно должна иметь катушку А бланк удилища Оснащен качественными кольцами Так мы сможем работать И на дальних И на ближних рубежах Автор программы Решил начать разведку боем Забравшись в болотных сапогах Кромке камыша Все-таки легкой маховой удочкой Подержать карася весом граммов На 300-400 Куда приятнее Чем снастью дальнего заброса Если этот ленивец Все-таки клюнет Ярких впечатлений Хотелось Однако мой план Удачным Назвать было нельзя Вот у меня клевало-клевало Сейчас очень долго Я мучился Думал карась ведет Так хорошо поплывочек Оказывается Это синтия Которая в огромном количестве Здесь водится Вот на пучок опарыша Попалась мне первая рыбка Совсем не та Которую я ждал Будем надеяться Что карась Сейчас на прикормочку Все-таки подойдет А вот это Нас мелочи Доставать не будет Ее мы конечно Сейчас отпустим Это не наша главная цель Молчали пока И поплывки На дальнем забросе Однако бывалые рыболовы Оказались вооружены Куда более серьезно Чем те Кто полагал Что обойдется Парой удилищ На пробу Забросили Любительские донки С кормушками Честно говоря Изначально Многие отнеслись К этому скептически Поскольку полагали Что карась Просто обязан В этот период Густо населять Мелководье И прибрежную полосу Ах если бы мы Только знали Как ошибались Об этом нам Возвестил Старый добрый Звон Колокольчик Все первые поклевки Карася Произошли на донки Кормушки Которых Отправлялись Куда дальше Чем все Поплавочные снасти Что оказалось Для нас Несколько неожиданным Приехали на ту сторону Посмотрели там Глубоко Обрывы такие На этом водоеме Но решили Переехать На другую сторону С тем Чтобы Вот увидели Здесь по берегу Идет камыш Ну и очевидно Что он Карасик Будет сегодня Прибиваться К этой стороне Где потеплее Где помельче Где потеплее вода Он сейчас туда и жмется Вот решили мы Здесь расположиться В нашем лагере С первого Заброса У меня была поклевочка Такая незначительная На удочку или на что На удочку На удочку Забросил недалеко Метра три От камышика И сразу была поклевочка Поймал Такого карасика Маленького Отпустил Но потом Я чувствую Что здесь очень мелко И он еще Наверное Совсем не активен Глубина Сантиметров 30 Ну 40 Не больше Поэтому решили Дальние забросы Испытать Вот три донки У меня По одному Угличку Три донки Забросил Сразу Были поклевки Вон уже В течение Где-то минут 40 Я штук 5-6 поймал Поэтому Так вот думаю Что все-таки Пока еще рано Он не жмется К камышу Вот прогреет Немножко воду Может в концу дня Он сюда подойдет Или как-то И прикормку Побросал И все Результата никакого Удочка не работает Поставил Две удочки Вот одна поклевочка Была и все Одну прозевал Поэтому перешел Вот на донки И дело пошло Вообще При ловле Весеннего карася Прежде всего Важно не ошибиться С выбором водоема Активизируется В первую очередь Он на неглубоких Прудах С обширными Отмелями Забивающими Прошлогодней Растительностью Пруд в прогрессе Хоть и имеет Глубокие ямы Но с отмелями Здесь все в порядке И крупного карася Водится достаточно Учитывая факт Что этот ленивец Очень теплолюбив Следует искать Наиболее прогретые Участки воды Ну и важно Определить горизонт На котором будет Происходить Наибольшее количество Поклевок Если карась Начал плавиться Куда охотнее Но в нашем случае Ситуация кажется Противоположна Приличные экземпляры Продолжали попадаться Исключительно На донные снасти Мы запланировали Вообще-то Ожидали Что подойдет Ближе к камышам И на удочке Мы постараемся Поймать Но как показало Время И утрешние Вот часы На удочке Вообще Ни одной поклевки Вот у нас Товарищ Сразу с утра Начал на донные снасти На дальний заброс И они себя Очень хорошо Показали А вот Говорит Что карась Ближе к берегу Боится еще подходить То ли Вода не даст С какого пора Прогрелась Чтобы он вышел К камышу Либо просто После зимы Боится И не сильно Так активный Выход у него К береговой линии Он держится Где-то примерно В 30-40 метрах Так что Удочкой Мы пробовали Не докидываем Буквально метров 10 И донку Если кидаешь Дальше Нет поклевок Вот какая-то Одна полоса У него Ход Вот этот Где-то метров 40-50 Кидаешь Донную снасть Поклевки происходят Самый юный Участник К этой первой Весенней охоты Игорь Шашкин Бросил наскучившую Синтю И присоединившись К своему отцу Вооруженному Донками Вовсю таскал Увесистых Харасей А ближние рубежи Так и молчали Прикормка Собрала огромное количество Мерной синти Которая не давала покоя Личинкам опарыша Но карась так и не подходил Закармливали с утра И под самым камышом И подальше немножечко И вот это вот окно Как между двух камышей Пытались закормить его полностью И дальше И ближе Пробовал все расстояния Ну Дальний заброс тоже далеко не забросишь Ну метров Ну сколько 25 Мы максимально с ветром Пробовали забрасывать Поклевок не происходило И удочки у нас просто стояли И не работали Отправляясь за ранним карасем Рыболовы Как правило берут с собой Самые разнообразные наживки Никогда не зная Что сегодня придется По вкусу этому хитрецу Сегодня он брал Исключительно на личинку мухи А завтра откликнется Только на сладкую болтушку И медовую перловку Важно иметь под рукой И растительные И животные приманки В нашем случае Работала только одна Ловится в основном на опарыша Попробовал бутерброд То же самое Не берет Красного червяка Он сегодня не хочет совершенно И вот Все наши товарищи Которые приехали Все ловят то же самое Только на опарыша Подходили здесь Вот еще Там с других машин Ловят В основном на опарыша Почему он не берет червя Понять не имею И червяк красивый у нас Красный такой Навозный Никаких результатов нет Не берет Червяк лежит Мертвый Семья Шашкиных Сориентировалась Достаточно быстро И не ставила экспериментов С поплавочными снастями А спокойно ожидала И впоследствии Реализовывала поклевки Что может быть приятнее Для юного рыболова Чем действительно Клевый погожий день Переносящий раз за разом Очередного весомого Обитателя вод Приехали Было сначала прохладно Ну походил так Посмотрел место И выбрал Вот там вот Как ручей идет Ну закинул там удочку Попробовать И там хорошо клевал Синтя С утра А потом Начался ветер Перестало Ну пошел сюда Сел На это место На донке переориентировался Да И как бы Отец говорил То что не клюет Но через некоторое время Стало Поклевки вот Наловили Кстати Игорь В этот день Произвел почти все Подсечки на удилищах Проще говоря Папу своего Обловил Ну это у меня уже В этом сезоне Вторая рыбалка Мы уже ездили С отцом Уклейка Также клевала Отец пытался Карпа поймать Две поклевки Только увидели И все Я больше На удочку сидел Ловил Этот выезд Подтвердил Что даже обладая Знаниями Об образе жизни Обитателей И вот закономерностях Природы Важно быть во всеоружии И никогда не надеяться На одну снасть На сегодняшний день Я что-то на донке Даже не рассчитывал Больше акцента Ставил на удочке Вроде с дальним забросом Если что-то карасить Даже если далеко будет Можно докинуть Но как показала практика Дальние забросы И удочки Сегодня вообще Не работают Пришлось искать Что-то Резерв какой-то Вот нашел Один спиннинг Собрал пружину И сразу поклевки Произошли Уверенные Прям натягивал Хорошо С большим перерывом Опять поклевка Как будто подходит Отходит Подходит Отходит И вот таким переменным Успехом Пытаемся его ловить И все же предпочтения Карася На этом водоеме Были нами разгаданы А уловы Оказались весьма достойны Золотистые красавцы Сразу же отвечали Уверенными поклевками Как только мы подавали Приманку В места их обитания Ну лов уже такой Знаешь, Дим Наверное, штук 20 Я уже поймал Крупного особенно не было Пару сходов таких было Вот у самого Прямо этого камышика Уже хотел уже Брать его Ну, приличный Такой корейский Метр Грамм по 200 50-300 Такие были Поклевочка Дим Есть 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 Что-то тащу Такое Есть Вот поклевочка Вот Есть Ну, посмотрим Карасик Прилечен Какой чувство Поклевки активны Такие Хорошо берет Да Когда берет Так поклевки Такие Хорошие Прямо загиб Я ее Мое Сцепился За что-то Сошел Что-ли Нет Вот он Вот он Дмитрий Вот он Хороший Карасик Вот такой Нет Ну, вот и Карасик Смотри Какой Ты видишь Какого Карася Зацапали Хороший Вот Смотри Тоже Грамм 400 Не меньше Да Ну Грамм 300 Точно Смотри Какой Красавец Вот и Все Пожалуйста Результат На Опарыш Другого Ничего Нет Видишь Вот Все Хороший Карась Ну Вот так Дела Идут Изредка Вот такие Попадаются А в основном Такие Вот Видишь У меня Тут уже Что-то Говорится Вот Дим Отлично Отлично Вот такая Вот Рывалочка Кстати Даже В простейших Конструкциях Любительских Донных Снастей Ловят Которыми Уже Не один Десяток Летку Карася Почему-то Тоже Были Свои Предпочтения Всегда Находится Самое Клевое Удилище Дим Что Характерно Вот На Эту Удочку Вот То Что Сейчас Я поймал Вот На Эту Именно Вот На Эту Дон Посмотри Какая Здесь Маленькая Кормушечка Но Она Тяжелая Вот Ветер А Здесь Большие Кормушки Но Нелегкие Пружинки Такие А Здесь Со Свинцом И Вот На Эту В основном Ловится Вот На Эту Кормушечку Кормушки Скользящие Да Видишь Она Скользит И У меня Вообще Все Такие А Вот Здесь Второй Крючочек Я Привязал Когда Оборвал Первый Привязал А Те Две Донки Они Вообще Скользящие У меня Эти самые Кормушки Бегают Для того Чтобы Поклевка Была Поуверенной Здесь Вот Ход Ты Видишь И Все Дальше Он Не Тянет Поэтому Так Кончик Срабатывает Слабовато Ну В общем Рыбалка Сегодня Идет Так С переменным Успехом Ничего Можно Сказать Что Кое Что Мы Уже Поймали Он Тоже Поймал Смотри Какого Алексей Курыш Смотри Какого Вытащил Автор Программы Кормушки И фидеры С утра Не планировал Вовсе А вот Алексей Курышев Сумел Соорудить Одну Необходимую Снасть Которая Оказалась В разы Эффективнее Поплавочных Здесь Главное Чтобы Была Катушка Безорационная Которая Позволяет Нам Забросить На Дальнее Расстояние И Оснащаешь Кормушечку Вешаешь Буквально Можно Любое Что у вас Будет Даже Если Удочка Будет Можно Даже На Удочку Повесить Кормушку Просто Поменьше Забивать Ко В Эту Смеси И Также Потихоньку Отправлять Все Будет То же Самое Вот Сегодня Я Просто Не подготовлен Был Нашел Все Что Было Даже Если Вы Видите Плетенка Стоит Просто Все Работает Все Клюет Вот Даже Поклевка Да Поклевка Происходит Но Это Наверное Не оселяет Уверен Клюнуть Чтобы Произошла Подсечка Программа Подготовлена При поддержке Сети Магазинов Турист Куда Приятнее Конечно Чем Любительскими Донками С колокольчиками Ловить С более Тонкой Деликатной Снастью Это Понимаешь Когда Берешь В руки Квивертип Или Более Известный Фидер Чтобы Не Мучиться На берегу С различными Колокольчиками И погремушками Достаточно Отправиться В один Из филиалов Сети Магазинов Турист Где Вам Предложат Огромный Выбор Фидерных Удилищ Один Из самых Интеллигентных Видов Ловли Сейчас В данный Момент Которая Приобретает Все больше Популярности Это Ловля На фидер Я хочу Вам Представить Фидер Банакс И вообще Чем Отличается Фидер От обычной Привычной Донки Тем Что Не надо Вешать Никакие Колокольчики Не нужны Никакие Сигнализаторы Роль Сигнализатора В роли Сигнализатора Выступает Последнее Колено То есть Который Сгибается Как Кивок И очень Четко И чутко Отображает Любую Даже Самую Деликатную Поклевку Это Фидер Банакс Мега Который Имеет Тест От 30 До 85 Грамм Причем Как Это Все Определяется То есть У нас В комплекте Три Сменные Вершинки Одна Вершинка Можно забрасывать Там Кормушку С прикормкой Редфидер Сготовлен из Очень высококлассного Карбона Обладает Усиленными Кольцами Которые подходят Под все Возможные Сейчас Существующие Виды лесок И плетенок Имеет Удобный Комель Очень Качественная Катушка Держатель Кстати Стоимость Этого Высококлассного Фидера Всего 3784 Рубля Несмотря На общую Длину В 3 метра 30 сантиметров Например Вот этот Фидер Он очень удобен В транспортировке То есть Скажем так Он разбирается На секции Длина которых Составляет Около метра Против говоря Поместится В любой багажник Программа Рыбак-рыбаку Рекомендует Сеть магазинов Турист Программа Подготовлена При поддержке Сети магазинов Турист Весна Время Когда карась Одна из самых Капризных рыб Берет жадно И клюет часто Скоро наступит Лето И тогда Добыча Столь весомых Особей Станет трудна А в уловах Будут преобладать Мелкие особи Так что Пока вода Окончательно Не прогрелась Самое время Отправляться За увольня Вот сейчас Начнется у него Икромет Вот он перед Икрометом Начинает жировать У него Особенно мамки Попадают С икрой И они Очень активно берут Берет Так уже прилично Там где сейчас Карась есть покрупнее Он будет Себя показывать Сто процентов Я думаю Что мы найдем Еще другое место Какое-то В следующий раз поедем Там где покрупнее Карасик Ну в общем я доволен Что здесь уже кое-что есть Результатом этого дня Стали несколько десятков Карасей Весом в среднем Граммов по 250-300 Отличное настроение От рыбной ловли Большого количества Поклевок И конечно Приобретенный опыт Уже соскучились По карасю После зимней рыбалки Уклейка Красноглазка Это мы уже все Отрыбачили А вот карасик Конечно Мы сегодня первый раз И вот нам такое Везение Он вышел Клюет Пусть на донную снасть Но все равно Мы поймали карася Карась хороший Не мелочь Рыбалка Мне сегодня Очень понравилась Редактор субтитров А.Семкин